Мы рады сегодня приветствовать гостей, которые посетили Дом Божий и из Ялты тоже. Мы рады, что сегодня вы в Доме Божьем. Раз мы не смогли к вам приехать, вы приехали к нам. Мы рады вас встречать. Мы рады сегодня служить Господу и просить милости, чтобы Он благословил нас и наделил необходимыми дарами, чтобы достойно прославить Его имя. Помолимся. Господь Тебя, единого и премудрого Бога, мы прославляем и Тебе поклоняемся. Благодарим Тебя за тихий, спокойный вечер, за мирное небо над нашей головой, за то, что мы можем знать Тебя, можем поклоняться Тебе, можем просить милости Твоей, чтобы и дальше Твоя рука была с нами, чтобы Твоя милость, она сопровождала нас, взрослых, наших детей и всех жителей нашего города и также нашей области. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил миром, нашу страну, благословил также и сейчас, когда Ты будешь говорить через проповедующих, через поющих. Благослови, зажги наши сердца к молитвенному состоянию пред Тобою. Услышь наши молитвы за детей, за взрослых, за всех людей, живущих на земле, дабы и они познали путь спасения и имели жизнь вечную. Благослови нас Твоим присутствием и пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с нами. Аминь. Благослови нас Твоим присутствием и пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с нами. Благослови нас Твоим присутствием и пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с нами. Благослови нас Твоим присутствием и пусть благодать Господа Иисуса Христа будет с нами. Помогает мне идти, И Христос, а силой классной, Будь мой радует пути. В этом миг неутешенье, В слов небесной красоты, В нем и сила, и забвенье, Этот мир спасительный. И когда приду я в вечность, Этот мир на прясть мою, Их с тобой небесно вечный, На святую жизнь мою, Этот миг неутешенье, В слов небесной красоты, В нем и сила, и забвенье, Этот мир спасительный. Молодые семьи принесли детей, Мы приглашаем их. Пожалуйста. Вы не взяли своих хлопцев? Болеют, да? Ага. Один здесь, но давайте, зовите его себе. Мы очень рады приветствовать молодые семьи. Мы рады, когда в наших семьях молодых рождаются дети. И Руслану Любочке Бог дал третьего сына. Назвали они его Артемом. В вашей семье Бог дал девочку. Старший ваш сын Виталик здесь рядом с вами. Девочку вы назвали Ирой. Мы очень рады, что сегодня вы принесли на молитву, чтобы Бог благословил ваших детей. Первый раз они пришли, вот когда родившиеся, они раньше приходили, когда они были еще в утробе матери, сегодня вы их принесли уже на руках. На руках для того, чтобы Бог благословил их. Я хочу прочесть место Священное Писание для вас, как родителей, и для ваших детей. «Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узы». Я думаю, что каждый родитель желает, чтобы дети видели Господа, видели здесь на земле, видели в дальнейшем в вечности. И поэтому мы будем молиться о сердцах ваших детей. Я так размышлял, думаю, детское сердце, вот рожденное сердце, это тот чистый сосуд, который можно чем-то наполнять, как хрустальная ваза. И в эту вазу можно поместить разное. Можно поместить красивый цветок, можно поместить просто веник. Можно эту вазу наполнить чем-то таким прекрасным, благоухающим. Можно наполнить просто мутной жидкостью. Поэтому сердце детское зависит уже и от вас, чем вы будете наполнять его. Но чтобы оно было чисто и прозрачно. Я сказал, что как хрустальная ваза. Сегодня вы бережно держите своих детей. Не дай Господь, чтобы они упали. Однажды, будучи в городской травматологии, я увидел, что мать принесла маленького ребенка. Я говорю, а что, что-то случилось? Она говорит, дедушка качал ребенка и уронил его на пол. Поэтому они пришли для того, чтобы проверить, целы ли косточки, как с головным мозгом и так далее. Поэтому детское сердце, это как действительно хрустальная ваза. Его нужно беречь. Беречь и наполнять его чем-то добрым, чем-то чистым. Сегодня утром один Брандт прочитал место, Священное Писание, которое говорит о сердце. Это Господь говорит о сердце уже взрослых детей, взрослых людей. И дам я одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. У Бога тоже есть сердце и сердце любящее. Поэтому Он желает, чтобы сердца взрослых и сердца детей, они были наполнены страхом, благоговением перед Господом. Они были наполнены добротой, наполнены состраданием к другим людям, чтобы сердца ваших детей и Артемки, и также Ирочки, они были добрыми. Чтобы они любили Господа, любили вас, любили своих братиков, чтобы и через это и вам было хорошо, как родителям. Хорошо, когда сердца добрые у детей. Хорошо, когда сердца добрые у взрослых людей. Но для этого нужно и влагать в эти сердца что-то доброе и чистое. Поэтому вам нужна еще мудрость. Мудрость. Каждый ребенок, он по-своему специфический, и воспитывать его нужно по-разному. Я воспитался в семье, где было трое сыновей, так что вы не отчаивайтесь, да? Трое сыновей, и мы все братья, мы разные. Поэтому Бог желает, чтобы каждую личность, каждого ребенка мы по-своему воспитывали на основании Слова Божьего. Поэтому да благословит Господь ваших детей и вас, как родителей и ваших старших сыновей. Мы будем сейчас молиться, чтобы Бог благословил этих детей. Аминь. Великий Господь, я благодарна Тебе за этот час, то, что в моей жизни я могу пристать у ног Твоего, Господь, и воздать Тебе хвалу и благодарение за этот день, Господь, что Ты его подарил в моей жизни, Иисус дорогой, что я могу быть вновь в Доме Твоем, Господь, где славится Твое святое чудное имя. Господь, слава Тебе за это. Я благодарна Тебе за Твою милость и за щедроты, которые Ты посылал, Господь, и то, что Ты, Отец мой небесный, хранил до сегодня часа. Благодарю Тебя за это. Благодарю за семью, за мужа, за детей, Господь, за Виталечку, за Данилку и за Артемочку. Благодарю Тебя и прошу сейчас, Господи, Ты благослови его своим отцовским благословением, чтобы он возрастал и развивался правильно. Пошли ему доброе сердце, Господь. Храни, Господи, от болезней, от несчастных случаев, от чрезмерных испытаний, Господь, благослови его в этом мире. Нам помоги, как родителям, не как матери, быть доброй. И чтобы в его сердечко это все западало, Господь, добро. Прошу Тебя об этом. Помоги, чтобы в нашей семье всегда был мир, любовь и устройство, Господь, чтобы имя Твое славилось в этом. Прошу Тебя об этом. Аминь. Аминь. Также пошли ему в дальнейшем и Богоискание, чтобы дать нам мудрость, как родителям, правильно его воспитать, Господи, чтобы он был Детем Твоим в дальнейшем, Господи. Научи нас, Господи, также всегда поклоняться Тебе, Господи, и прославлять имя Твое Святое за все, благодарность Тебе и слава. Аминь. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за младенца, который пришел в этот мир. Благодарим Тебя за то, что Ты дал ему правильное рождение и Любочке дал выносить благополучно Артемку. Слава Тебе за то, что он сегодня в Доме Твоем. И сегодня мы вместе с родителями просим милости Твоей, чтобы Ты благословил Артемку, чтобы Твоя Божья рука всегда сопровождала его, чтобы сердце чистое Ты дал ему, Господи, и чтобы всегда в него вкладывалась доброта, любовь к Тебе, вера в Спасителя Иисуса Христа. Благослови Его. Пошли ангела-хранителя оберегать на всех путях Его. Пошли, Господь, также и правильное развитие, интеллектуальное, духовное, физическое. Будь милостив, чтобы от всякого рода зла, от оккультного, человеческого Ты хранил Его, оберегал на всех путях, чтобы в свое время Он обратился к Тебе, всем сердцем, всею душою, чтобы сохранил сердце свое чистое, наполни это сердце детское Твоей Божьей благодатью и любовью к окружающим людям, состраданием и служением для Тебя, великого Творца. Благослови родителей, дай Господь им мудрости воспитывать не только этого сына, но и старших сыновей, чтобы все они вместе могли трудиться, чтобы это была сильная семья на поле благодати, чтобы Ты благословил их, чтобы все они в дальнейшем могли встретиться с Тобой, как со своим Спасителем. Во славу Твою! Аминь! 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 Душу, Господи, еще одного маленького человечка, Господь, я прошу Тебя за Иришку, благодарю Тебя за то, что Ты даровал ее нам. Я прошу Тебя, Ты благослови ее своим благословением, чтобы она выросла добрым человеком, а самое главное, чтобы она стала Твоим детем в свое время. Прошу Тебя, даруй нам мудрости, воспитанию своих деток, благослови, чтобы мы всегда обращались к Тебе за помощью во всем и везде. Я прошу Тебя за Иришку, что Ты благослови ее физически и духовно, чтобы у нее все было хорошо и добудна все воля Твоя в ее жизни, чтобы она стремилась к Тебе, чтобы не отошла от Тебя никогда. Прошу Тебя, ты благослови нас, как родителей, чтобы мы подавали только хороший пример своим детям. Аминь! Аминь! Отец, Аж Небесный, слава Тебе за этот день, который Ты послал в нашей жизни, за то, что сохранил до сего часа, и дочку нам послал Иришку, Господь, прошу Тебя, прошли мудрости в ее воспитании, чтобы мы ее могли понимать, и она также нас, чтобы мы ее могли вырастить послушной, доброй, чтобы она Тебе служила. Аминь! Отец Наш Небесный, в этот вечерний час мы благодарим Тебя за милости Твои, дарованные и в этой семье, Денису и Марине. Благодарим Тебя, что Ты даровал им Господь еще одного ребенка, дочку, и Марина могла благополучно выносить и родить дочурку. Слава Тебе, Господь, что еще одна душа родилась на этот свет, и мы просим Твоего благословения, чтобы Ира развивалась правильно, чтобы ее сердце, Господи, было способным принимать только доброе, чтобы, возрастая, она могла постигать Твои истины, и, Господи, принимать их в свое сердце. Сохрани ее от всякого зла в этом злом мире. Так много, Господи, всякого коварства и зла окружает людей, но Ты оберегаешь. Мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил на всех путях ее, чтобы Ты сохранил ее от болезней, сохранил ее от стрел лукавого, сохранил от злых людей и от всего, Господи, что может быть подстерегать опасность на ее жизненном пути. Благослови родителей, чтобы и они имели способность Господи, влаживать все доброе, все то, что они получили от Тебя, Господи, для того, чтобы ее возраст, ее воспитание, оно было христианским, и она могла принять в свое время благодать Твою. Благослови, Господи, чтобы род праведников умножался и в ее жизни. Пусть прославится, Господь, Твое имя и в этой душе, и Ты благослови и обогати ее, Господи, всем тем, что необходимо для жизни, и сделай больше, нежели мы просим, ради славы Твоей, Бог наш, Отец и Святой Дух. Аминь. Мы споем песнь пожелания нашим молодым семьям. Мой Бог и я служить хотим, Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому, послушным быть родом Твоим. Но дай мне силы самому, послушным быть родом Твоим. Ох, помоги, поступкам сей, и самому примеру пряте. lls. Славы Мира Дожды жил. Славы Мира Дожды жил. Который Дожды я любит. ПЕСНЯ 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 Собою и себя сияет, И свет оттуда светлый снег. За столчим все едино к словам, Паренью проститая снова. Ты был, ты есть, Ты будешь век. Ты будешь век, будешь век, будешь век. Слава Иисусу, дорогие друзья! Вы знаете, время не очень много, поэтому вступлений длинных говорить не буду. Сразу перейдем к месту Священного Писания. Это книга Судей, книга Судей, 20 глава. Расскажу коротко, как бы, вступление такое. В народе израильском произошла одна ситуация. После этого, как бы, весь Израиль идет войной на Вениамина. И что из этого получается? Давайте вместе с вами будем читать с 8 по 11 стих пока. И вот восстал весь народ, как один человек, и сказал, не пойдем никто в шатер свой, не возвратимся никто в дом свой. И вот, что мы сделаем ныне с Гивою. Пойдем на нее по жребию. И возьмем по 10 человек изо 100 от всех колен израильевых, по 100 от тысячи и по тысячи от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за островное дело, которое она сделала. И собрали все израилетяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать, какое-то гнусное дело сделано у вас, выдайте разращенных онных людей, которые в Угиве. Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих сынов Израилевых. И дальше читаем с 18 стиха. И стали и пошли в дом Божий, это сыны Израилева, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? И сказал Господь, Иуда пойдет впереди. И стали сыны Израилевы поутру и расположили станом под Легивой. И выступили израильтяне на войну против Вениамина. И стали сыны Израилевы в боевой порядок, близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы, и положили в тот день 22 тысячи, израильтян на землю. Но народ израильский ободрился. И опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера. И вопрошали Господа, «Ступать ли мне еще в сражении с сынами Вениамина, брата моего?» Господь сказал, «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день. И еще положили на землю сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий. И сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера. И вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божий находился там. И Финиес, сын Елеазара, сына Ааронова, предстоял пред ним. «Выходить ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал, «Идите, завтра придам его в руки ваши». Аминь. Дорогие друзья, когда я, помню, прочитал первый раз это место, может не первый раз, но когда я обратил на него внимание, для меня был большой вопрос. Почему? Вроде бы народ Божий Израиль исполняет волю Божию. По закону Божьему, если в Израиле было такое дело, как совершилось, их нужно было просто умертвить, так мягко сказать. И сыны Израилевы приходят, вопрошают Бога, говорят, «Господь, мы хотим исполнить Твой закон». И вопрошают Бога. И Бог им отвечает, вроде бы, «Пусть Сиуда идет». Но у них два раза было поражение. Знаете, я долго размышлял над этим вопросом, и хотелось бы сегодня с вами поделиться, к какому выводу я пришел. Первое, на что хотелось обратить внимание, сыны Израилевы, когда первый раз просили Бога, они пошли в Дом Божий и вопрошали, и сказали, «Сыны Израилевы, кто из нас прежде пойдет на Вениамина?» Сыны Израилевы, когда пришли в Дом Божий, они уже решили для себя, что они пойдут на войну. Они уже решили, что будут воевать с Вениамином. Для Бога прошли так, как бы по бычью, не знаю, и пришли, говорят, «Господь, кто пойдет первым?» Они не спросили, идти ли нам вообще на войну. И вот Господь им говорит, «Вы уже стоите в боевом порядке, идите». И было у них поражение. Во второй день мы читаем интересный вопрос. «И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали, вступать ли мне еще в сражение?» Господь сказал, опять вступайте, и опять поражение. И вопрос, почему? А мы читаем 22 стих. «Но народ израильский ободрился, и опять встали в боевой порядок». Оказывается, народ Божий уже стоят, готовы к войне, и опять идут просить Бога, как будто исполнять какой-то обычай. Ну, за это у них опять случилось поражение. И только в третий день мы читаем, что «Тогда все сыны Израилевы и весь народ Божий пришли в Дом Божий и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день, и обращались к Богу. И Господь уже предал после этого их в руки израильтян». Знаете, ну на этом я не хотел бы остановиться. У меня сразу возник вопрос. Почему могла такая ситуация случиться в народе Божьем? Это люди, которые должны слышать голос Божий, которые должны жить по Библии. Но у них произошло такой случай. Вы знаете, в книге «Судья» мы несколько раз встречаем фразу «В те дни не было царя в Израиле, и каждый поступал, как считал справедливым, или как считал правильным». Понимаете, люди вроде бы верующие поступают не по Слову Божию, а так, как считают справедливым. И сегодня хотелось бы обратить внимание, ну я, по крайней мере, вывел для себя три причины, из-за которых Бог сегодня может не отвечать нам, из-за которых мы не можем нести служение Богу, потому что не будет благословения. Первая причина, которая мешает нам общению с Богом – это грех. Если в нашей жизни есть явный грех, то Бог не будет общаться с нами. Слово Божье говорит, что возмездие за грех – это смерть. После того, как лидер израильского народа Иисус Навин умер, мы сразу читаем в следующей главе, что народ израильский стал делать злое и отступать от Бога. И еще мы читаем в Новом Завете, что из Евангелия Туана я прочитаю, чтобы дословно было. Читаю. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Оказывается, Бог грешников не слушает. И эти люди, будучи грешники, будучи грешны, пошли исполнять волю Божью другими совами. Сами грешите, идете кого-то воспитывать. И вот это первая причина, по которой Бог им так ответил. Хотелось бы еще на грехе сильно много не останавливаться, потому что, чтобы не было как в том случае, когда два брата идут с одной конференции, один другому говорит, «Ты знаешь, я сегодня так много о грехе узнал, я даже не знал, что это грешить можно». Мы на грехе, поэтому останавливаться не будем. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это идолы. Если в нашей жизни есть идолы, то Бог также не будет отвечать нам. Читаем из этой же книги Судей. Из 18 главы я буду читать. «В те дни не было царя Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что до то ли не выпало ему полного удела между коленами Израилевым. И послали сыны Дановы от племени своих пять человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее. И сказали им, пойдите, узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову, к дому Михи, и ночевали там». Еще из конца главы прочитаем. Ну, они завоевали город тот, и читаем из 29 стиха. «И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя городу того было Лаис, и поставили у себя сыны Дановы и Стукан. И Анафан же сын Герсона, сын Монасии, сам и сыновья его были священники в коленах до дня переселения жителей той земли. И имели у себя и Стукан, сделанный Михаил во все то время, когда дом Божий находился в селоме. Оказывается, сыны Израилевы, сыны Дановы тоже шли с Израилем на войны, но в ихнем сердце был идол». Еще хотелось бы прочитать из книги Езекииля, что говорит пророк по поводу идолов. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Эти люди допустили идолов своих, сердце свое, и поставили соблазн нечестниц своего пред лицом моим. Могу ли я отвечать им? Поэтому говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, «Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через идолов своих сделали с чужими для меня. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отротитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, и отротите лицо свое». «Ибо если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия пред лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ответ ему от себя?» Слово Божье говорит, что если в сердце человека идолы, Господь не будет ему отвечать. Мы прочитали, что колено Данова установило у себя идолов поклонство и после этого пошли воевать как бы по закону Божьему, но Бог не ответил им, потому что в их сердце был идол. Что такое идол в наше время? Все то, что в нашей жизни занимает место больше, чем Бог, это и есть идол. Я на этой неделе читал одну книгу, интересную историю прочитал. Однажды одна сестра стоит на коленях и молится, «Господь, замужем я или нет?» И говорит, «Я своего мужа неделями не вижу». Господь ей говорит, «Дитя мое, ты не одинока, я его тоже не вижу». Оказывается, человек думал, что он служит Богу, а на самом деле служение было его идол. Он и дома не служил, и Богу был неугоден. И вторая причина, по которой Бог не будет нас благословлять в служении, не будет нам отвечать, это идолы. И последняя причина, на которую хотелось бы обратить наше внимание, это непослушание или своеволие. Опять же, прочитая из книги Судей, чтобы все было в контексте этой главы, это мы будем читать из второй главы, с первого стиха. «И пришел ангел Господень из Галгала, Бахиме сказал, «Я вывел вас из Египта, и вела землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, «Не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали глаза моего, что вы сделали?» из 20 стиха. «И воспылал гнев Господина Израиля, и сказал он, «За то, что народ этот приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает голоса моего, я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которые остался Иисус, когда умирал». Оказывается, народ Божий, кроме первых двух грехов, кроме греха, кроме идолопоклонств, еще был непослушен Богу, и при этом хотел исполнять его волю. Я хотел бы на примере первого царя израильского рассмотреть, чем может обернуться непослушание для нас, детей Божьих. Давайте вместе с вами откроем, это первая книга царств, 13 глава, с 8 по 14 стих. Место достаточно знакомое, я прочитаю первый стих. «Год был по воцарению Саула, и другой год царствовал над Израилем, как выбрал себе Саул, 3000 израильтян». После этого произошло некоторое событие, и Самуил, пророк, говорит Саулу, «Жди меня несколько дней, я приду, мы вознесем все сожжения, и пойдешь на войну». Мы считаем, что же случилось. «И ждал он, то есть Саул, 7 дней до срока, назначено Самуилом, а Самуил не приходил в Галгау, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, «Приведите ко мне, что назначено для жертв все сожжения и для жертв мирных, и вознес все сожжения». Но едва окончил он возношение все сожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему на встречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, «Что ты сделал?» Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмасе». Тогда подумал я, «Тебе придут на меня филистимляне в Галгау?» А я еще не вопросил Господа, и потому решился принести все сожжения. «И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твоего над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствование твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, повелит ему Господь быть вождем народа своему, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господа». Знаете, когда мы рассуждали над этим местом, интересно, что Саул в самом деле был в сложной ситуации, народ от него стал разбегаться, из двух тысяч у него осталось только 600 человек, но он не послушался Бога. Кто-то может сказать, экстренная ситуация на это повлияла, но если мы рассмотрим внимательно жизнь его, когда в начале своей жизни он только встал на служение, когда ему Самуил говорил, что делать, Саул делал по своей воле, он не приходил, он прятался, кто-то может сказать, что это скромность. На самом деле это своеволие, это видно уже через его, через то, когда он царствует. Еще в следующей же главе мы читаем 36-37 стих, это когда войско израильские погнали за филистимлянами, и сказал Саул, «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, не оставим у них ни одного человека». И сказали, «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священники же приступили здесь, священник же сказал, «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога, «Идти ли мне в погоню за филистимлянами, и предашли их в руки Израиля?» Но он, то есть Бог, не отвечал ему в тот день. На что хотелось обратить внимание? Саул опять хотел поступить по своей воле, хотел идти в погоню, не вопросив Бога. Священники ему сказали, «Обратись к Богу». Но, обратившись к Богу, Саул уже не получил ответа от Бога, потому что он поступал по своей воле. И дальше мы в этой же главе читаем, что Саул имел успех в своих делах. Оказывается, если какой-то человек имеет успех в своих делах, это еще не значит, что Господь с ним общается. Это не значит, что у него есть общение с Богом, и Господь его благословляет. Мы видим в этом случае, что Бог не ответил Саулу, потому что он решил своевольничать. И опять же, еще в следующей главе мы читаем еще один случай. Это 15 глава. Когда Господь сказал пойти на Амалика и уничтожить все, что там было, но Саул ослушался. И давайте прочитаем с 19 по 23 стих. Приходит Самуил и говорит Саулу, «Зачем же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу, «Я послушался голоса Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь. И привел Агага, царя Амаликицкого, и Амалика истребил. Народ же из добычи и завец и волов взял лучшее из оклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале. И отвечал Самуил, «Неужели все сожжения жертвы столь же приятны Господу, как послушание голосу Господа?» Послушание лучше жертвы. «И повиновение лучше туковнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и дало поклонство. За то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Мы опять видим из этого случая, что Саул опять поступил по своей воле. У него уже был выбор. Он мог уничтожить всех, потому что он уже уничтожил все войско и не захотел уничтожать добычу. И Господь говорит, «За то, что ты поступил по своей воле, ты не будешь царем над Израилем». Еще последний уже пример именно о Сауле. Давайте прочитаем уже из 28 главы этой же книги. Первая книга Царств, 28 глава. 4 стиха. «И собрались фестимляне и пошли и стали станом санами. И собрал Саул весь народ израильский, стали станом в Гелвуи. И увидел Саул, стан филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Мы видим, что когда в жизни Саула наступила экстренная ситуация и он уже решил обратиться к Богу, Господь не отвечает ему. Но что делает Саул? В нашем мире сказали, не растерялся человек, он идет к гадалке. И читаем мы, что было дальше. 16 стиха. Они вызвали Самуила и читаем. «И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду, так как ты не послушался глаза Господня». Практически на этом закончилось царство Саула. Человек, который в начале своей жизни шел за Богом, был очень скромный, но по своей воле он начал отступать от Бога. Когда Бог давал ему повеление, он поступал так, как считал правильным и не слушался Бога. Из-за этого написано, «Так как ты не послушался гласа Господня?» Господь отверг тебя. Хотелось бы прочитать из Нового Завета. Что говорит нам Новый Завет по этому поводу? Я прочитаю из книги евреев. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле в отцах пророков в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и века сотворил». Мы читаем, что Господь в эти дни говорит нам через Господа нашего Иисуса Христа. И во второй главе мы читаем, «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». В наше время также существует эта опасность. Если мы не слушаем голоса Божьего, мы можем отпасть от Бога. Дорогие друзья, у меня еще есть немножко, но я оставлю на следующий раз, потому что смотрю, время молиться и хотелось бы напомнить, о чем мы сегодня с вами размышляли. Первое, если мы хотим служить Богу, если хотим, чтобы Бог отвечал нам на наши молитвы, мы должны очиститься от греха. Если в нашей жизни есть явный грех, мы должны в этом покаяться. Второе, если мы, опять же, хотим служить Богу и хотим, чтобы Он отвечал нам, мы должны из своего сердца удалить всех идолов. И третье, если мы хотим общаться с Богом и служить Ему, мы должны быть послушны Ему и не жить по своей воле и как целый. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный врач Христос, я пролил потоки слез. Милосердный врач Христос, я пролил потоки слез. Песня. Милосердный врач Христос, Милосердный врач Христос, Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Мой Господь, Субтитры подогнали Симон. Мы от Бога. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Я начну с Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. И сказал Михей. Симон. Их оттесняли. Господь. Субтитры подогнали Симон. через Иисус. Субтитры подогнали Симон. 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 Вот он хорошо говорил, свидетельствуя о себе, что говорит, я вообще ничего не говорю от себя. То есть, все его служение, вся его жизнь была проявлением Отца на земле. Вот как вижу, как слышу, так и поступаю, так и говорю. И знаете, это не стало для нас недоступным. Господь Иисус говорил, что для вас лучше, чтобы я пошел. Потому что, ну, если остался бы Господь на земле, то не пришел бы утешитель, не пришел бы Дух Святой. И природа Сына не поселилась бы в сердца многих людей. Но наш Господь подает нам пример. И знаете, вот пост и молитва – это вещи, которые вроде бы доступны каждому человеку. Причем, я думаю, что пост начинается не столько с отказа от пищи, сколько с отказа от греха, сколько с отказа от своей воли, а с желанием исполнять волю Божью. Поэтому даже Господь показывал разницу. Потому что недостаток веры был, потому что не было поступков по вере, как Он говорил, ну, что вы говорите мне, Господи, Господи, а не делайте того, что я вам говорю. Поэтому, как важно для нас сегодня понимать, если я дитё Божье, если я действительно рождён свыше, то какая должна быть моя жизнь? Стоит ли её провести так вот, уповая только на милость Божью и постоянно проводить жизнь, ну, Господи, покрой, то это мой грех, то моё несовершенство. Или же, как говорил один человек, что, ну, сколько же можно жить по милости Божьей, может, пора уже жить по воле Божьей. И хорошо, когда наша жизнь начинает изменяться, что у ней всё более и более тех поступков и тех мыслей и тех стремлений, которые по воле Божьей. А что не получается ещё, то покрывает милость Божья. Конечно, но плохо, если мы не растём, плохо, если мы не используем время для того, чтобы искать Господа, для того, чтобы соединяться с Ним, для того, чтобы понимать Его, для того, чтобы получать от Него и быть посланным от Него в этот мир, свидетельствуя, как тут написано, Дух Святой, когда придёт в этот мир, Он будет свидетельствовать о грехе, о том, и главное, что не верует в Меня. Вы знаете, веровать в Господа, это значит, ну, всю свою жизнь привязать к Нему, сделать так, чтобы твоя жизнь была, ну, совершенно невозможна без Спасителя. И это понимать нужно. Это не то, что мы пытаемся своими силами всё это проявить. Так вот, Дух Святой, Он говорит прямо о правде, о грехе и о суде. И вот точно так же живёт и говорит человек, который от Бога. Тот, который от Бога, тот говорит слова Божии. Не свои слова, не так, как ему угодно, мне или ещё кому-то. Не может Божий человек говорить своё, как и Иисус. Он говорит, что я говорю то, что сказал Отец. То, что слышу от Него, то говорю вам. Мы скажем, ну, мы же люди, ну, у нас и то, и то другое есть. Но Господь призвал нас в общение с самим собой. И хорошо, когда мы понимаем то, чего Он от нас хочет, чтобы быть от Бога. Этот мир, он нуждается сегодня в том, чтобы от Бога пришло какое-то решение, чтобы пришло спасение. Можно говорить, мир, мир, а мира нет. Решения нет. И если сегодня будет много людей говорить о Боге, но они будут говорить правду Его, вот о суде, о правде, о грехе, то ничего не изменится. Суд Божий будет надвигаться, и спасения не будет, и решения не будет, и будут только разговоры пустые о том, чему никогда не суждено сбыться. Поэтому пусть Господь благословит нас проводить свое время так, чтобы и свою жизнь вести в том направлении, чтобы нуждаться все более и более в Господе. Чтобы наши сердца были настроены, чтобы слышать голос Божий. Чтобы всегда, когда кто-то потребует отчета в нашем уповании, нам было что сказать с кротостью и благоговением. Правда? Хорошо, когда мы так проводим свою жизнь. И худо, когда это не так. Потому что Господь, Он ревнует о детях своих, чтобы не только называться, но и быть Его детьми. Чтобы не просто заявлять, что вот я от Бога, а чтобы жизнь, она показывала, что я знаю Бога, что Он живет в моем сердце, что я имею с Ним общение. И всякое слово, которое я говорю, оно привязано к Нему, потому что освящается Духом Святым. И если что-то случается в жизни христианина не так, то, конечно же, мы торопимся к Богу, чтобы исповедать свой грех, очиститься и дальше идти по пути послушания. Поэтому пусть Господь благословит нас быть от Бога. Жить так, чтобы направляться к Нему и от Него приходить с тем богатством жизни, жизни в Духе Святом, жизни во Христе и Иисусе, чтобы было чем поделиться с окружающими. Потому что Господь сказал, я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком, чтобы и для меня хватило, и для тех, кто меня окружает. Вот так пусть Господь благословит всю церковь свою. И слава Ему. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь на земле душу Садитесь, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Просилов Господа Вам в жизни неземной За гробом вечность Но их две Какую? Мой дорогой, ты сам здесь изберешь И к ней лишь на земле Готовиться к плотную Возлюбишь Господа Или сатаной пойдешь А в религию играть не надо Обряды мертвые спасения не дадут Ты в сердце пригласи Христа Спасителя от ада Его слова Его любовь Они спасут Как часто мысленно я вас за руки брала И плакала в Голговской креста Просила для вас веры Умоляла Дай покаяние Шептали все уста Бог отвечал Я вижу их И не забыл ни разу Молитвы все твои здесь предо мной Я в их сердца стучу Откроют? Войду сразу И в книгу жизни имена упишу Слава Господу Я задам тебе вопрос Где находится Христос? Он находится на небесах Также в любящих сердцах Ходит Он и вокруг нас Но невидимый для глаз Как же мне его пнять Как увидеть Услыхать Как же мне его благодарить На колени нужно стоять Чтоб увидеть Услыхать Чтобы с ним вообще не быть Надо сердце подарить Аминь 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Если мы сегодня идем путем прощения, значит, мы должны забыть о справедливости. Если мы хотим сегодня справедливости, забудьте о прощении. Но Иисус Христос, когда мы читаем Евангелие, то мы видим, что Иисус Христос говорил очень много слов, которые говорили о том, что если мы не прощаем друг друга, то Господь не прощает нас. Иисус Христос. Бывает скрытое непрощение, обиды, разочарование в человеке, которое вытекает из нас, как безразличие к человеку. Бывает открытая вражда. И все вот это оставшееся в сердце непрощение, оно непременно вырастает в некоторое, может быть, внутреннее состояние горечи. А горечь непременно приводит нас к некой мести. Знаете, страшное слово, казалось бы, не может оно звучать сегодня даже вот в Доме Божьем. Месть. Но у меня вопрос, а что такое месть? Месть – это просто воздаяние. Человек, мстящий другому, он воздает ему по заслугам. И поэтому, когда говорит Господь, я мщу, мне от мщения Господь говорит о справедливости. Это воздаяние, я воздаю справедливо. И поэтому, когда мы вдруг хотим отомстить за обиду, то, казалось бы, мы поступаем правильно. Но Священное Писание учит другому. Оно говорит о том, чтобы мы не мстили за себя. И когда мы читаем еще один из текстов Священного Писания, записанный в послании к римлянам, это продолжение этой же мысли апостол Павел, вот с 17 стиха, давайте мы вместе прочитаем послание к римлянам с 17 стиха 12 главы. Такие слова, слушайте внимательно, это учение Христа, которое может быть в этом мире, оно трудно воспринимается. Но здесь написаны такие, возможно, неудобо-вразумительные слова для людей, далеких от Бога. Написаны слова, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне пщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая это, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Обиженный человек. Кто из вас, кого из вас обижали? Если бы я сейчас попросил поднять руку, мы бы все подняли руки. Если бы я попросил, а кто из вас, спросил бы вас, а кто из вас обижал, мы бы тоже подняли руки. Ну, возможно, для нас, среди нас есть особо святые люди, которые бы этого не сделали. Но все мы грешны. И мы люди. Но вот какая мысль, что когда Иисус Христос пришел в этот мир, он пришел как врач исцелить его. Этот мир сам пытается себя исцелить. Он пытался до Христа, он пытается после Христа. Придумают разные средства для того, чтобы исцелиться от разных болезней. От болезни наркомания, от болезней воровства, от болезней коррупции. И многого-многого-многого другого. Но, вы знаете, методы Иисуса Христа, они были уникальны. Они были настолько будоражащие человеческий ум, что его учение трудно было воспринять человеку, не приложив усилия, может быть, понять, о чем он говорит. А он говорит, ударят тебя по одной щеке. Что нужно сделать? Подставить другую. Нормальное учение? Ненормальное. Ненормальное в рамках этого мира. Но Господь принес единственное средство, чтобы излечить нас от вражды. Это прощать друг друга. Это единственное средство. Вы знаете, нужно сказать, что прощение, прощение, это единственное средство для человека обиженного, чтобы излечиться от раны. Это единственное средство. Не воздаяние справедливостью. Вы знаете, сегодня разное происходит в этом мире. И иногда где-то погиб кто-то. Ему, возможно, возмещают финансы. Скажите, или справедливое наказание вплоть до смертной казни, оно успокаивает сердце человека? Он того мертвеца, который сгорел на электрическом стуле, до конца своей жизни будет помнить и проклинать. Но прощение исцеляет человека. И как только человек подумал о прощении ближнего своего, который обидел его, сделал ему что-то, что принесло ему боль, неважно, в какой это мере было, как только человек желает простить, в его сердце приходит мир. А если он простил, то тогда это свидетельствует о том, что он особенный человек, который имеет связь с Богом. Иисус Христос говорил такие слова. Он говорит, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Если вы так поступаете, значит вы дети, отца, сыновья. Человек, который находится вот в этом близком родстве с Богом, то есть дитё Божье, этот человек способен поступить как Бог, потому что в его жилах духовных течёт кровь родителя, Бога. Давайте запомним эту фразу о том, что человек обиженный, нуждается в том, чтобы простить обидчика. Мы сейчас не говорим об обидчике, это другая тема. Мы сейчас говорим о нас, как бываем в том состоянии обиженных людей. Вы знаете, если человек не прощает, то непременно в его сердце появляется месть. Не в той форме, может быть, открытой, когда ты идёшь и бьёшь человека дубиной. Вы знаете, месть бывает разная. Бывает такая, ну, святая месть, такая не особо броская в глаза, когда мы можем злорадствовать, когда у человека, нашего обидчика, беда, мы злорадствуем. Хотя мы можем говорить, что я простил, но на душе так приятно, когда Бог наказал его. Но Иисус Христос учил другому, и Он своим примером. Он не просил Отца покарать своих обидчиков, Он не спросил, не просил Его справедливости на тех, кто распинал Его, как Он просил Отца. Он говорит, прости их, прости. Вот этот текст, который мы сейчас прочитали, на две мысли хочу обратить внимание, мы с вами помолимся. Первая мысль. Смотрите, Господь говорит, Он говорит, не мстите за себя, но дайте место гневу Божию. Я, говорит, воздам Господь. Вот в этом моменте может быть неправильное понимание. Мы, как люди, ну, читающие Слово Божие, желающие исполнять Его, мы можем себе сказать, ну да, моя месть этому человеку, ну что я могу ему сделать? Ну вот если Бог отомстит, Он так отомстит ему, поэтому не буду мстить, пусть Бог отомстит. Скажите, это правильно? Неправильное понимание. Мы, даже тогда, когда отдаем место гневу Божию, мы должны сказать так, Господи, я не хочу мстить за себя, но, пожалуйста, не наказывай этого человека. Вот этому учат эти слова. Отдайте место гневу Божию, но при этом не проклинайте человека и не просите его, чтобы Бог наказал этого человека. Эта истина говорит о том, что мы имеем с вами право прощать, власть прощать. Бог нам дал такую власть прощать, но Он не дал нам власть наказывать друг друга. Он не дал нам власть сегодня воздавать друг другу. Этой власти мы не имеем. Бог имеет власть простить или не простить. Мы не имеем власти не простить, потому что мы дети Божьи. Если мы поступаем по-другому, стоит огромный вопрос в нашем понимании Бога и нашем отношении с Ним. Прикрытая, вот такая, может быть, невзрачная месть может в нашей жизни быть. Мне трудно представить, сколько тысяч молитв, возможно, неуслышанных, наших молитв, когда мы становились пред Богом, просили Его о чем-то, но своим непрощением, вот этим, может быть, таким маленьким, мы перекрывали доступ благодати Божией в нашу жизнь, потому что Бог неизменен. Если Он сказал, не простит, если мы не прощаем, значит, Он не простит. Это мы можем лгать, Он не лжет. Очень серьезный вопрос. Еще на один момент здесь обращает внимание апостол, 20 стих, он говорит, «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, ты собираешь ему на голову горящие уголья». Мы можем сегодня, иногда приобретаем такую благочестивую форму прощения, это просто не наказать человека, не воздать ему, но мы к нему безразличны, к этому человеку, мы просто проходим мимо этого человека, даже, может быть, не особо не выказывая свое внутреннее негодование по отношению к нему, и мы думаем, что мы уже великой добродетелью обзавелись. Но Священное Писание, оно учит другому. Оно говорит, «Если твой враг голоден, не должно быть у меня просто пассивное непрощение, у меня должно быть активная любовь к человеку. Если враг голоден, накорми его, если жаждет, напой его». Если мы сегодня желаем, чтобы Господь научил нас прощению, мы должны понимать, что Господь желает, чтобы мы искренне любили человека, которого прощаем, и любили его вплоть до добродетели, активной добродетели по отношению к человеку. Понятно, что это трудно. Никто не говорит, что это легко. Но это учение Божье. И Господь, если Он человеку говорит что-то делать, то Он не играется с человеком и говорит, «Вот смотри, я тебе планку какую задрал, ты же ж не исполнишь». Если Господь сказал какую-то заповедь, Он дает человеку возможность ее исполнить. Бог не играется с человеком. И вот эта мысль, которая здесь записана, о том, что мы должны активно, добродетелью относиться к человеку, нашему врагу, обидчику, как угодно, называйте человека, причинившему нам, может быть, беду, или еще что-нибудь. Активно. Но вот эти последние слова, которые здесь написаны, здесь написано так. «Поступая так или делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Вы знаете, можно так подумать. И, ну, некоторое время, признаюсь к стыду своему, я где-то так и думал раньше, что если вот я не мщу, я могу потерять руки, сказать, ага, еще одна головешка, горящая на его голову. Понимаете, что такое понимание в корне расходится с учением Иисуса Христа? Иисус Христос никогда нас не учил, чтобы мы Ему отдали воздаяние, чтобы Он сильнее наказал, чем мы с вами. Это не учение Христа, если мы так думаем. Но вот собирать горящие уголья на голову, есть разная интерпретация этих слов. Но одна из них, которая сегодня, ну, больше сходится, или я сегодня понимаю, что она работает, эта интерпретация, работает конкретно, когда мы читаем 21 стих, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Оказывается, здесь стоит вопрос, что победит что. Если я злом воздам за зло, значит, я побежден злом. Если я добром, значит, я прекратил зло, воздам добром. И вы знаете, интерпретация какая? Интересно, здесь так написано. Собрать горящие уголья, это значит прощением, приготовить ему раскаяние и стыд, которые будут сжечь его, как уголья. Так понимали Августин Блаженный, Амвросий и Иероним, это отцы церкви. Но, может быть, они понимали неправильно, но я хочу сказать, что если вы сейчас проверите свою жизнь, вы увидите, что справедливостью вы никогда не приобретали врага, справедливо воздав ему. Но если вы его прощали, то вы приобретали его. Представьте себе человек, принесший вам горечь, и вдруг, и он ожидает в ответ чего? Око за око, зуб за зуб. Так сегодня в этом мире. А вы делаете ему добро. Знаете, что происходит с человеком? Я не раз был свидетелем своей жизни, да и вы не раз. Этого человека начинает просто клинить. Это переносный смыл слова, когда человек не знает, что делать дальше. В его жизни произошел сбой программы. Он понимал, за зло зло, за зло зло, а здесь за зло добро, цепочка рушится. И вы приобретаете человека. Помните, Христос учил, если вас принудит идти одно поприще, что нужно сделать? Идти два. То есть, другими словами, это когда в то время римляне, они, было право, римлян, что каждый не римлянин обязан был нести вещи воина, когда происходила передислокация войск, римских легионов, то римлянин, который шел, у него был какой-то свой сундук, пожиток, он имел право любого не римлянина в любой провинции принудить ему пройти одно поприще. Поприще – это расстояние пути, равняющееся приблизительно к тысяче шагам, к тысяче метрам. И вот представьте себе ситуацию. Еврей, которого принудилите, язычник, он берет его нечистые вещи, несет, и этот язычник идет и считает каждый шаг, чтобы еврей не пронес ни на шаг меньше. Правильно, да? А что делает в это время еврей? Он тоже считает, чтобы не пронести ни на шаг больше. И как только он пронес свои тысячи вот этих вот метров, он бросает эти вещи, он убегает, проклиная этого язычника, нечистого, летит в храм для того, чтобы очиститься от скверны. А Христос берет и учит другому. Он говорит, тебе принудят одно поприще пройди, а ты что сделай? Пройди два. Представьте себе ситуацию. Понимаю, время уже закончилось. Последний пример этот рассказываю, и мы будем молиться. Представьте себе такую ситуацию, когда идет римлянин, и идет верующий христианин. И вот тот считает римлянин, досчитывает до тысячи метров или две тысячи шагов, а тот дальше идет, несет его вещи. Сначала он думает, наверное, считать не умеет. А ему интересно становится, а почему он несет дальше? Я же ж враг для него. А тот идет и дальше. А тот ему просто задает вопрос, а ты что, считать не умеешь? Он говорит, умею. А ты что, ненормальный? Нормальный. А ты что, мои вещи тащишь? Ты же ж мог уже их по закону оставить. А он говорит, я хочу помочь тебе. Тебе тяжело. Да, ты враг мой. Да, ты пришел оккупировать мою территорию, но меня Иисус Спаситель учил любить тебя. Давай я пронесу еще дальше. И сердце римлина дрогнет. По крайней мере, он никогда не забудет этого еврея. Сколько в нашей жизни есть примеров, когда родители приобретали своих детей, прощая им, не воздавая. Соседи и многие-многие другие примеры. Мы сейчас вместе с вами будем молиться. И суть еще одного урока, о котором мы сейчас говорили, сводится к тому, чтобы мы сегодня не были обольщены лукавым, думая, что вот в такой пассивной форме, якобы простив человека, относиться к нему просто, по крайней мере, безразлично, мы исполнили закон Христов, пусть лукавый не обольстит. Это такое же непрощение, как и открытая месть. Иисус нас учит прощать, и Он еще говорит о некой практике. Это значит о добродетели к обидчикам. Как домашнее задание для каждого из нас, было бы сейчас больше времени, а может быть, когда вы встанете на колени, просто подумайте сейчас о человеке, о вашем обидчике, которого вам трудно простить, которого вы жаждете воздаяния справедливого. Подумайте об этом человеке и поймите о том, что вам нужно его простить ради себя, ради него и ради Господа. Аминь. Помолимся. Боже, всеморущий Творец миров, Жизнь и свят бытия, Что пред тобою вся земля, О Господи, Ничто лишь вечно ты. К престолу твоему иду, Лишь у тебя покой найду. Бог, Господи, Бог, Господи, Тебе идусь твоей, Твойной душой Я из неба борьбе, Я из неба борьбе с реком, Тебе иду, Господь, Стримий мой славын дух. Лишь у тебя покой, Лишь у тебя покой вечный, Мир лишь у тебя покой, Мир лишь у тебя покой, Слава Господу за то, что у него покой и мир. И он этот мир и покой хочет дать любому человеку. Любому человеку, который желает его иметь, желает обращаться к Господу, если кто сегодня не имеет мира и покоя, сегодня Бог ждет вашу молитву, обращение к нему. Поэтому, кто сегодня готов прийти к Господу, помолиться, попросить у него прощения, пожалуйста, проходите. Господь, я прошу, прости мои все рехи, мои согрешения, чтобы я был чист перед Тобой, чтобы я жил для Тебя. Аминь. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты Бог любви и милосердия. Благодарю Тебе за Сашу, то, что сегодня он открывает свое сердце для Тебя, и желает, чтобы он был чист, чтобы был прощен, чтобы был рожден. Соверши, Господь, в его жизни именно это действие свыше. Благослови, чтобы мир наступил в его сердце, чтобы Дух Святой поселился в его душе, и принадлежал он только Тебе. Пусть Твоя Божья благодать и сила всегда наполняет его сердце, его жизнь, его служение для Тебя, чтобы было приятно. Аминь. Аминь. Прости, Господи. Прости меня. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Даник обращается к Тебе, и он сокрушается перед лицом Твоим, зная, Господь, что Ты абсолютно знаешь его жизнь от начала и до конца. Я прошу милости Твоей, прости грехи его, которые он делал перед лицом Твоим. То, что не знали, может быть, окружающие люди. Прости и очисти его сердце, чтобы он принадлежал Тебе, чтобы был Сыном Всевышнего Отца, чтобы был действительно Твоим достоянием и отображал Тебя в своей практической жизни. Дай, Господь, ему прощение и новую жизнь ради Господа Иисуса Христа. Посели все его сердце, убери все неугодное из его души, и чтобы душа его принадлежала только Тебе, как чистый сосуд для Твоей Божьей благодати. Аминь. Поздравляю Вас! Слава Богу за победу в жизни этих сыновей! Мы что-то споем им, да? Мы споем. Хотя это дети верующих родителей, но мы понимаем, что они где-то тайно грешат. Они сами это знают, и поэтому знают, что перед Господом, который видит все, нужно исповедовать и иметь жизнь вечную и прощение грехов своих. Мы споем. С тех пор, как я уверовал, я светом осорен. Наши служения на этой неделе пройдут следующим образом. Во вторник у нас молитвенное собрание и общая молитва в 6 часов вечера. В субботу у нас молодежное служение. Молодежь поет и она проповедует в 5 часов вечера. Следующее воскресенье – это 31 августа. 31 августа у нас будет утреннее в 9 часов, вечернее в 5, и на вечернем будет детский хор. Пожалуйста, приезжайте. Если вы будете еще здесь, приезжайте. Мы можем вас привезти. И будет благословение детей и благодарность за то, что Бог хранил наших детей, что они могли хоть как-то отдохнуть, чтобы мирное небо было над нашей головой, чтобы Бог благословил их на новый учебный год и в воскресной школе, и также в общеобразовательной. Молитвенные просьбы. Просьба помолиться за Олю и ее дочь. Мать и дочь болеют. Просим помолиться о поездке в Харьков на обследование ребенка семья Челпан. Один из наших христиан – это Александр из Нововолынска, тот, который собирает материальную помощь, продукты и отсылает сюда для беженцев. Он просил молиться за своего родственника. Родственник неверующий. Это, кажется, молодой его дядя. Его призвали в армию. И он здесь, на востоке Украины. Он говорит, что очень страшно. Бомбят градом. И этот Саша просит помолиться за его покаяние. Покаяние этого родственника, который находится сейчас в этой горячей точке. Благодарность Господу Богу за его милость в лечении нашей дочери Оли в городе Киеве. И благодарность Церкви за молитвенную и материальную поддержку с любовью семья Смеян. Дорогая Церковь, просим Вас помолиться о выздоровлении наших детей, чтобы Господь их исцелил. А также благодарим Господа за сохранность нашего жилья. Семья Костюченко, Женя и Люда. Это из Донецка. И еще одно объявление. Просьба братьев, всех наших братьев в нашей Церкви. После нашей заключительной молитвы, пожалуйста, подойдите сюда в хоровой зал. Нам нужно откорректировать все наши служения по работе, по служению с беженцами. И сейчас у нас есть еще одно поздравление с днем рождения нашей сестры, которая исполнилась 90 лет. Служение в майбутне, пожалуйста, вы готовы, да? Будьте готовы. Наша сестра Мария Ивановна, пожалуйста. А в 90 лет еще ходят, да? Братья и сестры. Еще не на коляске ездят. Еще бодренько, да? Немножко согнулась, да? Ну, вам не видно, да? Мы давайте на одну ступенечку поднимемся. Да, слава Богу. Мария Ивановна, видите, да, церковь? Все такие молодые, да? Отстали от вас навсегда, да? Ага. Мы вас поздравляем с днем рождения и... Держитесь, да. И желаем вам такие слова. И до старости вашей я тут же буду... Я создал вас и буду носить. Поддерживать и охранять вас, говорит Господь. Это место Священное Писание, Исайя 46 глава. Вы еще видите, да? Слава Богу. Вы еще хотите рассказать стихотворение, да? Я свои мысли описала и хочу почитать в церкви, чтобы осталась память для моих внуков. Сколько я еще проживу, я не знаю. Но я помолюсь, конечно, а потом прочитаю. Помолимся. Дорогой мой Господь! Слава и благодарный Господи, что ты сохранил мою жизнь до этого часу и дал возможность быть в доме твоем, Господи, для того, чтобы помолиться тебе и вынести благодарность за всю твою любовь и милость, которую ты оказываешь мне. Ты, Господь, сохранил меня до этих лет. Ты хранил меня, Господи, оберегал. Ты помогал мне в моей жизни. Сколько болезней, сколько, Господи, трудностей было. Но ты был со мною, и я чувствовала твою руку. И, Господи, благодарю за молитвы нашей церкви, которая меня поддерживала и помогала в моей жизни. И умоляю тебя, Господи, дай мне еще радость такую, чтобы моя семья, внуки мои и дочь пришли к тебе с покаянием, чтобы они тоже были спасены. Господи, молю еще таких людей, которые тебя не познали. Ты знаешь, Господи, какое время тяжелое сейчас, как люди блуждают в этом мире. И, Господи, дай им сил и такое сознание, чтобы они поняли силу твою в молитве, пришли к тебе с покаянием, и чтобы были спасены. А нам, Господи, верующим, помоги, чтобы мы были добрыми в молитве с ними, отзывчивыми, чтобы наши дела и наш разговор в молитве и мысли наши были преданы им, чтобы они пришли к покаянию. Будь милостив, дорогой мой Спаситель, за все, что ты мне даешь. Дай мне всегда быть бодрой, всегда молиться, всегда ждать твоего славного пришествия, чтобы, Господи, перейти в другой мир с любовью к тебе. Аминь. Господь, благодарим Тебя и славим за то, что Ты сегодня был вместе с нами. Благодарим за то, что Ты учил нас многому сегодня, чтобы ходить пред лицом Твоим чистоте и святости, чтобы знать, что мы от Тебя, и люди окружающие знали, что мы от Тебя. Благослови, чтобы мы прощали и никогда не вспоминали те обиды, которые были нанесены нам. Молим Тебя, чтобы Ты благословил также и Марии Ивановны. Ты дал, Господи, прожить эти годы жизни. Сколько много бед и переживаний она видела в своем веку, но сколько много милости и поддержки от Тебя она испытала за все эти 90 лет жизни. Слава Тебе, Господь, за это. И дальше благослови ее Твоим отцовским благословением, чтобы она всегда была в светлом разуме, чтобы всегда молилась и не унывала и ожидала прихода Твоего. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил Олю и дал исцеление ей и дочери. Молим Тебя, чтобы Ты благословил и семью Челпан, чтобы они благословенно съездили на обследование своего ребенка. Молим Тебя, чтобы Ты благословил и родственника, который сейчас в армии и призван в эту действующую армию. Сохрани его жизнь, а самое главное, сохрани его душу и дай ему покаяние. Благодарим за то, что Оля Смеян уже дома вместе с мамой, Господь. Благослови ее, Господь, чтобы она видела Твою заботливую руку, благодарила Тебя и дай ей полное исцеление. Молим Тебя, чтобы Ты благословил и детей, Костюченко, Жене и Люды. Дал Господь исцеление и слава Тебе за то, что и жилье их целое. Молим Тебя за беженцев, которые сегодня вместе с нами. Благослови женщин и детей, мужчин, все, кто испытывает сейчас трудности. Будь помощью и поддержкой им. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, Любовь Бога Отца и общение Святого Духа всегда пребудут с нами. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Но 90 лет один раз в жизни бывает, да? И стихи в 90 лет не все еще пишут, да? Я не поэтесса, но я решила свои воспоминания и желания на 90-й год моего рождения выразить в стихотворном виде. 90 — это немного, потому что моя мама умерла в 96 и сказала, это мало, я половину жизни проспала. А поэтому я пишу, что 90 — это еще немного. «Когда сердце любовью горит, когда радость в душе торжествует, а в устах благодарность царит. Разве можно не славить Иисуса? Он за нас на кресте умирал, чтоб спасти нас от смерти и ада, кровь святую за нас проливал. Пока сердце в груди моей бьется, дорогие вы, дети мои, отозлитесь на призыв Христова и скажите, о, Боже, прости. Ты прости наши все согрешения, грех ненастья, злобу удали. Помоги чистым сердцем признаться, что мы любим тебя от души. И тогда я спокойной душою перейду в чудный край неземной, там навеки сольюсь я с Иисусом, там любовь, вечный мир и покой. Я не знаю конца моей жизни, ведь Господь мне назначил предел, но я верю в небесной отчизне, я вас встречу во славе небес. Там не будет ни слез, ни страданий, хоры ангелов вечно поют. Мы в небесном краю со святыми вечно будем Христа прославлять. Ну и благодарность эта. Отец, прими благодарение от нас за всю твою любовь. За нас ты отдал на мучения святого сына своего. Его ты отдал на заклание, чтоб чудный план исполнить свой, чтоб через головские страдания нас грешных примирить с собой. Слава Триединому Живому Богу, Отцу Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. И там видео дальше будут. И потом мы проводили площадки еще на Пентагоне и на Курчатово. Это вот на прошлой неделе тоже будут отчеты. И потом этих детей с площадок, которые были тут на Пентагоне и на Курчатово, мы приглашали. В субботу у нас был праздник морских путешествий. И сегодня большая часть детей, не новых, пришли к нам на занятия клуба. Сегодня у нас уже было первое занятие клуба. Смотрите фотографии, а дальше у нас будет песня. Курчатово. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Косы плели... Приложение к тому парашюту... Эстафеты у нас были разные... У нас каждый день было немножко по-разному... Когда были эстафеты... Вот у нас живчика играли... Воздушные шарики набирали воду... И перекидывали с постилки на постилку... Это уже вчерашний день... У нас тут был день морских путешествий... Мы с детьми и поиграли, и пообщались... Все было в морском стиле... Продолжение следует... На Курчатова было детей... Ну, в среднем так... Было 150... Но мы считали, что 140 где-то детей... На Пентагоне было 45... В Седово 40... И в Безыменно около 30 детей... Которые приходили к нам... И в Седово и Безыменно... Родители очень благодарили... То, что мы сделали такое... Ну, мы проводили такое служение... Слава Богу... Люди понимали, что это... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Старались делать поделки такие, чтобы дети могли побольше сами делать. Уже основные заготовки были готовы, а дальше они уже склеивали, все собирали сами. Родители помогают. 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 Родители помогают.